Российские банки предоставили участникам спецоперации отсрочку по кредитам на 69 миллиардов рублей. Я так понимаю, что банки даже тряханули, но вы же понимаете, что это будет погашаться из бюджета. Там какие-то ништяки для них придумают. Так бы они ничего не получили, но эти участников спецоперации перебьют, и деньги они не получат. Плакали ваши денежки. А здесь они гарантированы. И так далее. Ездившие на войну депутаты могут не отчитываться от доходов перед россиянами. То есть, если съездил на войну, ну и ты депутат, можешь воровать сколько хочешь. Никто тебя не тронет. Представляете, какая индульгенция. Взрыв зданий по грануправлению ФСБ Ростовской области. Помните, все-таки напали на след ФСБшники, кто это сделал. Знаете, кто сделали сами ФСБшники? То есть, конченые идиоты, просто едец какие. Они нашли где-то беспилотник. Валялся в Ростовской области, нашли дрон. И чекисты, чекисты доставили его в погрануправление, чтобы разобрать и достать записи с камер. Ну, в результате дальше вы все знаете. Они достали так, что минус три чекиста, вот эти, которые его разбирали. А рядом был склад за стеной. Ну, представляете, какие долбанин. То есть, они разбирают тут этот беспилотник, который может взорваться за стеной склад тех вооружения. В результате все рвануло. Это к вопросу насчет тех, кто еще верит во всякие черные мосты, партизанское движение, черный мост. Нет никаких черных мостов. Нет никаких там легионов свободной России. Забудьте, кроме нас нет никого. Не рассчитывайте ни на кого. Рассчитывайте только на себя. Все это херня. Видите, там присоседились. Все эти сами взорвались. А я думаю, что-то странная ситуация. Ну, слишком мощная комбинация, чтобы какие-то там черти смешные эту комбинацию проработали. Да, то есть, это должны быть очень серьезные люди, если такая комбинация. Ну, или очень отчаянный, как Михаил Архангел, как там Тигран Хачекин. И он, да, и так далее. А здесь что-то не вязалось. Помните, я говорю, что-то не вяжется. Ну, вот, привязалось. Оказывается, они сами взорвались. Священник из Краснодарского края оштрафован за дискредитацию армии. Архиепископ, значит, оштрафован на 40 тысяч рублей. Но это не РПЦшный. Это российская православная церковь, а не РПЦ. То есть, это не Гундяевская. Видите, оказывается, еще прилично православная церковь на территории России. Так что меня спрашивают, а что будет с православной церковью? Она в нормальных руках. Те священники, которые были оштрафованы, у которых были проблемы и так далее, они все это унаследуют. А те, которые там кричали, звали на бой кровавый, ну, наверное, они плохие священники. Наверное, они упыри и должны будут понести заслуженное наказание. Это точно не 40 тысяч. Ну, молодец, это священник, что я могу сказать. Настоящий, правильный. Компания «Центру Москва», доля в которой принадлежит Елизавете Песковой, дочери пресс-секретаря президента Пескова, в год войны в Украине увеличила выручку в 70 раз, заработав рекордные 137 миллионов рублей. Ну, что я могу сказать? Мы говорим, все, кто грабил Россию, обязательно будут уничтожены. То есть, в грабу нам говорят, ну, вот, а детишек-то вы трогать будете? Да нет, детишек мы не будем трогать, если они сами не воры и не жутки. А если они сами тоже участвуют в грабеже в России, ну, а как же? Конечно, будем трогать по полной программе. Михаил Мишустин заявил о проработке вопроса о начале выпуска облигаций федерального займа в валютах дружественных стран. Знаете, что это значит? И сейчас они нахерачат этих облигаций, Мишустин хитрый жук, и будут там раздавать их вместо зарплаты. То есть, часть зарплаты будут деньгами, часть – облигациям. То есть, это будет добровольно. Через партию «Единая Россия», через школу. Через там медицинские учреждения и так далее. Везде будут эти облигации, их нужно будет приобретать. Они будут в юанях, которые будут постоянно падать. И там чем угодно. В общем, в говне всяком. Так далее. Здорово. Молодцы. То есть, решили денег по-лёгкому снять. Да, ну, представляете, ты печатаешь вот эту фигню, выдаёшь, да, и можешь сразу изымать на эту сумму деньги, да, которые куда не пойдут. Ну, войну, что ли? Да нет, да они по карману. Рассуют и всё. Зачем? Какая война? Интерес россиян к финансовым вложениям снижается. Это заявил глава Минфина Силуанов. Каких россиян? Виксельбергов и прочих, прочих, которые свалили-то и оттуда последние выкачивают, да? Хоть ещё что-нибудь. Абрамовичи каких? А других, красиво, у других-то и денег не было. Какие вложения-то? Куда вкладывать? И Путин принял отставку Буркова с поста губернатора Омской области, этот, которого выкинули. Бурков заявил, по-прежнему остаюсь в команде нашего президента и так далее. Я думаю, что после этих слов он просто собрал чемоданишко и куда-то свалил за бугор. Но если он так не сделал, то он полный идиот, конечно. Да? В команде он остаётся. А вот на его место, ну, правда, в качестве исполняющего обязанности назначен глава правительства ДНР Виталий Хаценко. То есть, оттуда его убрали, видно, там нормально. Хапнул. В этом ДНР скажет, не-не, это надо убирать кого-то. Ну, нельзя же его выгнать просто так. Надо что-то ему дать, накормление. Ну, вот давайте ему дадим вот эту Омскую область. Нормально. С него хватит. В Москве используют систему распознавания лиц для протестующих оппозиционеров и так далее. И вот рассказывают про то, как она была в 17-м году запущена. Я что-то не знаю ни одного случая, чтобы кого-то из наших, кто находится в розыске, задержали в Москве. Я не готов утверждать, что она не работает, но я готов утверждать, что она точно не работает так, как надо. Что, скорее всего, там все разворовали, как и везде. В Чечне неизвестные напали на пост МВД в Гудермесь. Предварительной информацией двое неизвестных обстреляли пост полиции. Ответным огнем они были убиты. Накануне в Ингушетии вооруженные люди совершили нападение на пост полиции, в результате чего были ранены двое сотрудников МВД, находящиеся при исполнении служебных обязанностей. Ну, дай бог, чтобы разогревалась ситуация на Кавказе. Это очень важно, чтобы она разогревалась и чтобы там началось сопротивление, реальное сопротивление путинщине. Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, сколько может длиться специальная военная операция и завершиться ли они в этом году. Он этого и не знает. Цели России в случае с Украиной невозможно достичь политико-дипломатическим путем будут достигнуты военным Песков. Что-то они слабо достигаются военным. И Песков это уже лучше всех понимает. Песков заявил, что главная цель России своего обеспечить безопасность РФ в целом и безопасность жителей новых регионов в частности. То есть, всех бомбят, убивают пачками и так далее. Это обеспечение безопасности. Белгородская область подвергается ударам. Курская область. Партизаны по всей России действуют. Это безопасность Песков? Песков РФ активно занимается регулированием интернета, так как он может нести в себе много зла, как любое лекарство при неправильном использовании. А интернет лекарства что ли? Что у него с башкой, блядь, вот этого дурака? Ну, придуриваться. Интернет-то так, а с лекарством. Хе-хе, блядь. Ну, вот мы и будем лечить этого Пескова через интернет. Кремль видит беспрецедентную консолидацию обществе РФ вокруг президента, его доминирующую уверенность, что цели своего будут достигнут. Это смешно, особенно будет посмотреть на Пескова, когда Украина начнет наступление и погонит этих чертей, да? Песков, если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана и по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента. А президент-то надолго, Песков? Вот это все надолго. А президент твой на сколько? А ты сам на сколько, Песков? Артисты, и хартисты, людям труд ушами, всякую хрень втихляют. Причем он же сам в это вообще не верит, ни грамма. А вице-премьер Голикова заявляет, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности. Ну, правильно. Каких-то россиян убило достаточно много. А какие-то получили за это деньги и перестали быть бедными по меркам Голиковой. Там какие-то копеечки получили. Огромное количество денег ввалили за счет войны, раздали за счет войны. Представляете? То есть, если бы раньше они все, что разворовывают, хотя бы не все, хотя бы процентов 50 того, что они разворовывают, как-то отдавали в народ при помощи пенсии, при помощи пособий детских и так далее. Даже 50% жили бы превосходно. Они разворовывают все практически. Оставляли одну десятую часть. Продолжение следует...